good morning guys it's russian with dasha channel and you're welcome to turn on the subtitles if you learn russian as a second language всем привет доброе утро меня зовут даша и сегодня я приглашаю вас в мой выходной день я расскажу вам и покажу как я провожу свой выходной сегодня воскресенье и сейчас девять часов утра в петербурге пасмурно и еще немного темно вот посмотрите как темно в моей комнате сейчас я включу свет и для начала мне нужно заправить кровать доброе утро семик спал со мной всю ночь здесь у нас шейла она пришла утром да я заранее прошу прощения за звук звук будет неравномерный дело в том что раньше я записывала аудио звук на маленький микрофон который был подключен к моему телефону сейчас у меня iphone и к сожалению разъем у этого микрофона не подходит айфона нужно купить переходник поэтому пока будет такой звук я еще ищу оптимальные варианты оптимальные решения записала видео посмотрела его и поняла что у меня немного опухшее лицо но это все потому что я только проснулась в течение дня я буду выглядеть лучше да сейчас сначала я хочу пойти в ванну помыть голову если у вас вопрос почему я сплю одна мой муж спит в другой комнате потому что недавно ему сделали операцию ему изменили перегородку в носу чтобы он лучше дышал и сейчас он восстанавливается после операции и часто не может нормально дышать у него насморк поэтому мы спим в разных комнатах чтобы высыпаться и так пора заправлять кровать и я надеюсь что вам будет интересно провести со мной день сворачиваем или складываем одеяло вот так берем подушку и сворачиваем простыню поднимаем спинку дивана да то есть я поднимаю мы обычно поднимаем и и кладем постельное белье в диван мы сегодня хотим съездить в павловск это пригород санкт-петербурга там расположен великолепный парк и красивый павловский дворец я очень люблю туда ездить мы там бываем каждый год по несколько раз особенно там красиво осенью но зимой там тоже хорошо летом мы обычно ездим туда на электричке берем с собой велосипеды но сегодня мы поедем в павловский парк на машине вот сейчас я хочу поделать йогу минут тридцать вот мой коврик для йоги я обычно пользуюсь приложением расстилаю коврик и включаю приложение ну все я закончила делать йогу сейчас попью воды и пойду мыть голову жаль что я не снимала потому что семик все время крутился вокруг моих ног пытался сделать так чтобы я его погладила да наверное он голоден поэтому нужно насыпать ему корма у нас здесь много мусора это накопилось бумага и картон которые мы увезем на дачу чтобы сжечь и здесь пластик который мы отвезем в переработку насыпаю котиком еды хочу вам также показать нашу маленькую елку которую я нарядила на днях эти игрушки мы раскрасили сами акриловыми красками здесь я вчера расставила книги на следующей неделе к нам в гости придут друзья и я решила подарить им вот эту стопку подобрала каждому свою книгу все молодец выходим выходи молодец сейчас я уберу и буду мыть голову я включаю душ я обычно мою голову теплой водой выдавливаю шампунь намыливаю голову потом смываю также наношу бальзам и потом снова смываю однажды я пошла салон красоты в таиланде чтобы сделать стрижку чтобы постричь волосы и там мастер мыло мне голову и при этом она скребла кожу головы ногтями это было очень странно неприятно и даже больно и я не знала что делать потому что она не говорила по-английски и я не знала как ей объяснить что мне неприятно и что вообще делать такие вещи мне кажется вредно вот пришлось потерпеть хотя сейчас я понимаю что сейчас бы я этого не терпела я бы встала и ушла но тогда мне было 22 года и я подумала ну наверное так и надо хотя больше в своей жизни я никогда не встречала мастера который бы использовал ногти для мытья головы клиента так в общем я помыла голову завернула волосы в полотенце сейчас буду умываться как вы поняли я не фанат большого количества средств это гель для умывания намыливаю лицо и затем смываю смываю гель или умываю лицо вытираю лицо полотенцем и наношу увлажняющий крем я не пользуюсь никакими тониками никакими маслами считаю что сейчас в этом нет необходимости в будущем посмотрим иногда я также пользуюсь солнцезащитным кремом немного наверное нанесу сейчас потому что солнце в петербурге практически нет но мой косметолог сказала что мне необходимо пользоваться этим кремом кремом с spf потому что у меня тонкая и чувствительная кожа не знаю насколько интересно и полезно такое смотреть напишите в комментариях я знаю что больше 50 процентов моей аудитории мужчины но я думаю что мужчины тоже ухаживают за собой так только не смейтесь сейчас покажу свою расческу где она вот она я называю это дедушкина расческа потому что она маленькая ее удобно брать с собой в путешествие сейчас еще немного подсушу волосы да кстати фена у меня нет не пользуюсь феном когда работаешь в офисе необходимо быстро высушить голову но я работаю дома поэтому в принципе у меня успевают волосы высохнуть и так естественным образом вот нужно повесить полотенце чтобы она сохла и теперь я расчесываю волосы я начинаю с кончиков чтобы не повредить их для таких волос как у меня подходит такая расческа минималистичная но конечно если бы у меня были кудрявые волосы я бы пользовалась другой пришла на кухню а здесь две голодные морды при этом корм в мисках есть это означает что котики хотят молочка достаю молоко из холодильника блин да я вижу что у меня грязный пол не надо меня ругать в комментариях я его завтра обязательно помою на завтрак я решила приготовить гренки этот хлеб мы купили в пекарне в нем здесь сухофрукты немножко орешков семена отрезаю несколько ломтиков несколько кусков разбиваю яйца выбрасываю скорлупу взбиваю добавляю немного соли со специями эту соль мы купили в дагестане она очень ароматная и придает блюдам хороший вкус и теперь я буду обмакивать хлеб и затем жарить его на масле вот смотрите что получается остатки яйца выливаю сковороду убавляю огонь можно накрыть крышкой можно не накрывать я сейчас накрою крышкой и потом через несколько минут переверну гренки беру лопатку и смело переворачиваю гренки видите одна сторона уже пожарилась оставляю так а пока гренки жарится я нарежу помидорки чтобы положить их потом сверху на гренки у меня такие ароматные помидоры черри выращенные на юге россии по моему в краснодарском крае на веточке гренки готовы и сейчас я сделаю какао сегодня решили выпить какао на завтрак насыпаю какао наливаю кипяток горячую воду обычно я делаю какао со сгущенкой со сгущенным молоком но она закончилась поэтому я добавлю сахар размешиваю и наливаю молоко молоко мы покупаем в тетропаке срок хранения такого молока 5 дней когда я впервые приехала в сша я была в шоке от размеров молока и напитков там молоко продавалось целыми галлонами огромными упаковками и вот так мы берем гренку намазываем ее творожным сыром и сверху кладем помидорки клади помидорку такой простой легкий быстрый завтрак смотрите прошло совсем немного времени мои волосы уже высохли выдавливаю пасту из тюбика и наношу на зубную щетку и начинаю чистить зубы а пока мой муж чистит машину я почистила зубы накрасилась оделась что еще сделала приняла витамины и узнала что на улице минус 11 градусов это довольно холодно это морозно минус 11 в петербурге ощущается как наверное минус 20 в сибири что я надела во-первых футболку теплые колготки штаны и водолазку сверху я надену пуховик шапку и варежки сила веди себя сегодня хорошо ой тёп 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 все шейла пока все я собралась вышла из дома а машина уже прогрелась и мне будет тепло на парка ехать 45 минут вот это московский проспект там аэропорт а там центр города ура мы приехали в павловский парк как я уже сказала утром мы очень любим этот парк павловск начали строить в 1777 году и здесь раньше была территория царских охотничьих охотничьих угодий но потом решили сделать парк тогда в 18 веке стали модными пейзажные парки и первые такие парки появились в англии поэтому в россии их также часто называли английские парки мы подходим к павловскому дворцу и смотрите как круто здесь стоят лошадки можно прокатиться на санях я кстати никогда в жизни не каталась на санях мы решили покататься а точно да маленькая пушистенькая как милая сова впервые в жизни катаюсь на санях решили почему бы и нет мне нравится спасибо до свидания мы прокатились на лошади немного замерзли пошли отогреваться в кафе там выпили чай который мы привезли с собой никита заварил чай в термосе и съели по хоть дугу и сейчас собираемся пойти вот туда там очень красивый старый мост и есть также несколько скульптур сейчас покажу вам что я вижу перед собой смотрите как красиво как с картин русских живописцев знаете да эти картины русской зимы вот не хватает лошадки впереди мы любим сюда приезжать на электричке берем с собой велосипеды покупаем пирожки берем чай садимся пьем чай отдыхаем и потом катаемся по парку парк очень большой к сожалению я не посмотрела сколько гектаров дети катаются с горы на ватрушках парк стал местом семейного отдыха люди приезжают кататься на лыжах летом катаются на велосипедах особенно парк красив осенью я очень люблю это место и всегда приезжаю сюда когда мне хочется отдохнуть от городского шума побыть в тишине колоннада аполлона сооруженная по проекту чарльза камерона в 1780 по моему втором году у нас здесь была свадебная фотосессия здесь очень красиво смотрите или собачьи или лисьи следы скорее всего лисичка гуляла немного трудно делать видео потому что снимаешь варежку и руки моментально мерзнут смотрите какой мост и дальше дворец а это утки которые постоянно зимуют в парке их подкармливают поэтому они никуда не улетают памятник императрице марии фёдоровне сейчас поедем обратно домой хотим зайти на рынок московский рынок там фудкорт и там продают очень вкусный фобо вьетнамский суп мы приехали на московский рынок чтобы поесть фобо и смотрите здесь зарядка для электромобилей но у нас электромобилей нет поэтому заряжать нечего это а а а а а и и и и и и и 16 часов мы приехали домой из прогулки плотно поели очень вкусный суп сейчас немного отдохнём поваляемся, думаю, что посмотрим какой-нибудь фильм, а вечером будем изучать иностранные языки. Никита будет заниматься английским с американцем по скайпу с моим другом и моим бывшим учеником Майком, а я займусь изучением норвежского языка. Никита вчера приготовил запечённый картофель, жареную куриную грудку и сейчас сделал салатик с квашеной капустой. Мы садимся ужинать. Капуста квашеная, дачная. На десерт у нас чай с клюквенным вареньем, который сделала мама Никиты. Я почти сделала выпуск уже 25 минут, а день ещё не закончился. Сейчас мы будем украшать окна гирляндами. Будем вешать гирлянды на окна. У нас хорошее настроение, поэтому мы решили послушать винил. Это виниловая пластинка, а это проигрыватель. Мы повесили гирлянды и устали. Сейчас почти десять вечера. Никита пошёл в другую комнату заниматься английским языком по скайпу. Я решила отдохнуть. Сейчас почитаю книгу, схожу в душ и лягу спать примерно в одиннадцать, в половине двенадцатого, чтобы завтра со свежими силами встать, сделать уборку, пропылесосить, помыть полы в квартире и, наконец, заняться норвежским языком. Завтра у меня ещё один выходной. Напишите, пожалуйста, понравился ли вам такой формат видео. Благодарю вас, что досмотрели это видео до конца. Спасибо моим патронам! Желаю вам счастливого Рождества! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok